Восстановить бассейн соль. Это было угрожение площади. Белось 6 дней. Загромостить количество дорогого неточнения нет. Это просто будете забрать. А можно вот это вот снять? Вот этот прибор ваш? Да, пожалуйста. Спасибо. Сегодня 13 апреля. На площади Ленина проходит очередной пикет о том, чтобы напротив площади Ленина сделали фонтан вместо торгового центра. Вот на этом месте, где сейчас вы видите забор возле гостиницы АМАКС. Этих торговых центров очень много. И мы хотим... Ну все, правильно. Надо вернуть все. Теперь еще надо вернуть все. Вы поддерживаете фонтан? Конечно, я все поддерживаю. Я за народ. За дворовых я. И если это все по понятиям, даже ногу дам отрезать. Все, всем здоровья. Чтоб не болели и не погибали в братоубийственной войне. Сидели у фонтана и дышали свежим воздухом от деревьев. Поддерживаю. Да. Поддержите эту девушку лайком. Очень большая просьба вернуть обратно фонтан. Так как хороших площадок детских здесь нет, парков рядом тоже здесь нет. Это будет хоть одно место, куда можно вечером прогуляться с ребенком. Нам не нужны торговые центры, потому что их и так полно. У людей сейчас денег нет на них. Думайте хотя бы о людях, хоть немного. Я проживаю здесь, на площади Ленина. Желательно, чтобы вернули фонтаны вот возле Амакса, который там есть продана незаконная земля. Чтобы он там восстановился и был фонтан. Потому что здесь площадь Ленина. Здесь центр. Сейчас захотят вот тут убрать память Ленина, продать эту землю и здесь отстроить какой-нибудь конгрессорный отель еще. Или там бар. Это будет нормально вообще, законно. Государство не может продавать так землю участникам. Я активно присоединяюсь к девушке. Ее желание вернуть фонтан, красоту, духовное спокойствие на площади Ленина. Все мы, которые проезжают мимо площади Ленина, мы с тоской вспоминаем наши молодые годы. Такой замечательный фонтан, где дети отдыхали, где мы просто около фонтана сидели. Так что присоединяемся к просьбе. Верните фонтан к народу. Ну, я хочу сказать, что это район, где я сейчас живу и где мое детство прошло. И я еще помню, как мы с детьми, с двором, так сказать, бегали все и играли около этого фонтана. И какие роскошные ели здесь росли. Естественно, была и прохлада. Вот, и что еще хочу сказать. Вот сейчас у нас количество общественного пространства очень сильно сокращается. Вот здесь, в нашем районе, да, хрущевки и сталинки есть. Очень хорошие дворы. Но дело в том, что из-за большого количества машин эти дворы, ну, люди делают ворота, в общем, перекрывают, чтобы пространство становится, как вот, частным. И уже совершенно негде даже пойти погулять. То есть уже нужно, чтобы проникнуть там в какой-то двор, уже нужно, ну, какие-то дополнительные меры принимать. Там кого-то знакомых вызывать и так далее. Вот, поэтому, конечно, хочется, чтобы у нас было, это было такое общественное пространство, где можно было в тени, в прохладе, и летом, особенно жарко, в Ростове погулять, с детьми сходить погулять. И вот вы видите, вот, здесь вот площадь Ленина, сколько детей было. И как было бы замечательно еще, чтобы вот восстановили фонтан и посадили еще какой-то мини-сквер, деревья. Вот, и все-таки волнует этот вопрос вот в 2006 году, каким образом вот общественное это пространство вдруг стало частным. Почему-то мы не до сих пор не получили, ну и не прокуратура, как-то вот все время зависает в воздухе, и мы на такой простой вопрос не можем получить ответ. Вот. И что еще хотела сказать? Ну, даже если сейчас, ну, какие-то сложности есть, ну, то есть люди, понятно, что приобрели этот участок, думали получать уже прибыль, вот. Но, может быть, администрация пойдет на встречу, допустим, ну, не хватает же в Левенцовке или еще в каком-то районе там торговых центров. Здесь их, ну, более чем предостаточно. Ну, и сам, конечно, торговый центр, то, что здесь планировали, ну, это не чудо архитектурной мысли, конечно. Я не думаю, что на... Так вот он будет работать на площади, на вот это все пространство.